Слава Божьей 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 закон. В таких условиях я возрастал. Освободился на свободу. И эта романтика тюремная меня увлекла. Я связал... У нас была группировка, мы занимались квартирными кражами, мы занимались разбойными нападениями и грабежами. Все это долго не могло продолжаться. Улица... Потом пошли в мою жизнь наркотики. Я попробовал наркотики. Первый раз укололся, когда мне было 17 лет. Я попробовал наркотики. Я думал, что нужно все в моей жизни попробовать. Я чувствовал себя очень самоуверенным. Такой гордый дух обитал во мне. Я думал, меня это не коснется. Мне говорили, не колись. Потому что много людей умирает от этого наркотика. А я сказал, нет, я сильнее этого и попробовал наркотик. Когда я попробовал наркотик, я сразу не попал в зависимость от него, потому что меня посадили опять же в тюрьму за квартирную кражу. Второй раз я попал в тюрьму в 17 лет. Я попал в тюрьму в 17 лет уже как второй раз на малолетке. Я пользовался очень большим авторитетом среди осужденных. Я был на свои годы интеллектуально развит очень. То есть я свой ум, который мне дал Бог, я использовал на зло. Я был сильно непокорный, подбивал других людей в тюрьме, чтобы они были непокорными. Ну и так получилось, что я там имел очень большой авторитет. Это меня сильно воодушевило. Я как бы старался все делать справедливо, правильно. был своего рода таким авторитетом. Когда мне исполнилось 18 лет, меня осудили на 4 года строгого режима. В 18 лет строгий режим в Украине и России это уже это колония для взрослых, которые не первый раз попали в тюрьму. То есть там сидят люди, которые и по 20 лет имеют отсиженных и поболее. И вот я в 18 лет попал в эту тюрьму строгого режима в колонию. Я очень сильно был надменным, дерзким. Это романтика тюремная, воровские понятия. Я считал, что мир лежит у моих ног. И вот я попал. Эта тюрьма была, она была как называют у нас на Украине красной. Красная колония, где милиция она заправляла всем. Но соответственно моему непокорному духу, который обитал во мне, это было неприятно. И я всячески старался противостоять администрации, властям. Я подбивал других к неповиновению. А все это время моя мама плакала. Моя мама лила слезы днем и ночью. Она молилась за меня, она взывала к Богу. Она просила меня, чтобы я остановился, но мое сердце было каменным и я ее просто не слышал. Я был таким зверем, который попросту не любил ни людей, никого. У меня не было родных, близких, и себя самого я тоже, как вследствие, оказалось, тоже не любил. Причем все это время я был верующим человеком. Я искренне верил, что Бог есть. Как во мне сочеталось два таких противоположностей, я сейчас объяснить не могу. Но я даже был готов спорить с любым, что Бог Он есть, что я верил в Иисуса Христа, и это не мешало мне делать такое зло. Впоследствии, когда мне Господь открыл, что дьявол меня хотел много раз убить, вот это Бог меня сохранял. И вот эта вся непокорность в колонии привела к тому, что я попал на заметку администрации. Администрация начала меня наказывать дисциплинарно. Меня начали садить в карцера. Ко мне начали принимать физическое воспитание. Это все на меня не действовало, я еще сильнее обозлялся. Соответственно, чем больше администрация меня наказывала, тем больше возрастал мой авторитет среди осужденных. И таким образом я еще больше надымался. И я много, наверное, с трех лет, которые я просидел в этой колонии, я половину просидел в карцерах. Места не очень хорошие. Есть такая статья в Криминальном кодексе Украины. Если ты непокорный властям в местах лишения свободы, тебя могут осудить еще на дополнительный срок. И вот пришло время, когда на меня оставалось до конца срока наверное два месяца. и на меня возбудили уголовные дела. Сказали, если ты не покоришься, если ты не возьмешь веник и не поубираешь территорию, потому что в местах лишения свободы есть установленный график, каждый осужденный должен за собой убирать. Но я был очень гордым человеком, это противоречило моим воровским убеждениям, которые были в тот момент во мне. И я отказался. мне добавили один год и шесть месяцев еще сроку сверху, до того срока, который я имел. Я не освободился и заменили мне режим на более строгий. Я поехал уже на особый режим. Там, где содержатся преступники, особо опасные. это люди, которые по 50 лет пребывали в тюрьмах, по 40 лет убийцы, разбойники, организаторы преступных банд. И, в общем, сам цвет преступного мира находится на этом режиме. Также осужденные на пожительное заключение они там пребывают. И вот я попал на этот режим. Соответственно, что это все не дало мне ни на капельку остановиться. Я был как заведенный. Я просто и шел. Я увидел перед собой цель добиться авторитета. Я приносил себя в жертву. Я считал, что я страдаю. Я считал, что я очень как бы власть, и они не правы. Что этот мир, это другой мир воровской. Он такой справедливый. Он такой правильный. Ну и что, что мы воруем? Ну и что, что мы по-другому нельзя выжить в этой стране. И я не считал это злом. И потому это все я набрал авторитета в преступном мире. На свои годы в 20 или в 21 лет я уже был на особом режиме. Я пользовался большим авторитетом среди осужденных. Даже люди, которые в два раза больше сколько мне было лет сидели в тюрьме, они приходили ко мне за советами. И таким образом я возрастал в гордыне своей. Пришло время моего освобождения. Перед этим хочу добавить, что я заболел туберкулезом, то есть здоровье моего уже было подшатано. Оно было подорвано. Я освободился. Мама меня встретила со слезами. Она привезла мне костюм спортивный. Моя сестричка уже подросла. У нас пять лет разницы. Я отсидел. Мне дали четыре года. Я отсидел пять с половиной лет. Я освободился. Мама с надеждой. Моя мама все это время работала в Италии. Передавала мне передачи. Друзей как таковых мне не было, чтобы помогали мне. И вот началась опять новая страница моей жизни. Со своей стороны мама сделала все возможное для того, чтобы я мог начать нормальную жизнь. Она меня поддержала финансово. Она сказала, что она мне помогала, высылала мне деньги с Италии и говорила сын мой, иди учись, пойди на работу, заведи семью, занимайся чем-то, что впоследствии тебе в жизни поможет. Но то семя, которое было посеяно в моем сердце, оно росло. И зло очень сильно влекло меня. Я с того первого момента, когда сделал свой неправильный выбор, когда я принял решение делать зло, и я все время делал все больше зла, все больше зла, и это зло, оно все больше имело место в моем сердце. Как говорил Иисус Христос, кто делает грех, тот становится рабом греха. И чем больше я грешил, тем больше грех имел власть надо мною. Я начал употреблять наркотики больше, потому что я себя не находил в этой жизни. Я пришел воодушевленный, я думал, что меня встретят братва, дадут мне машину, и я буду иметь бизнесменов, которые будут мне платить деньги, но я увидел, что я никому особенно не нужен, а мне нужно опять или воровать, или чем я и занимался. Ну, так же я полюбил наркотик, я уже его пробовал, а наркотик это эйфория, которую тяжело забыть, люди не могут от этого освободиться, это даже признают врачи. И вот я опять начал употреблять наркотики, и это уже пришло в систематическое положение в моей жизни. Я стал наркоманом. Где мне было брать деньги? Я, конечно, сначала мне мама передавала деньги, но потом она увидела, что она меня убивает, потому что сестра долгое время молчала, потом она уже этого не могла скрывать, что я наркоман, и понемножку я не брезовал ничем, я уже мог и взять без спроса ее деньги, и там золото нес в ломбард, потому что мне было плохо, когда я не уколюсь. Ну и соответственно я делал много зла для того, чтобы покупать наркотики. Милиция, она у меня время от времени меня ловили, меня пытались, но я все время выпутывал. Я уходил от уголовной ответственности. Но когда я время от времени я напивался, я очень сильно я не мог себя контролировать, я дрался, я постоянно кого-то избивал, иногда избивали меня, и я понемногу, понемногу становился таким человеком как бы одиночкой. Самым лучшим моим другом это был у меня бойцовский пес, которого я тоже не любил, его называли Дюк, это был мой единственным другом. Я иногда напиваясь приходил в бар, брал его с собой, он садился рядом на кресло возле меня, я с ним разговаривал, напиваясь до потери сознания, потом я кого-то избивал, иногда избивали меня, я уходил так домой, иногда меня брала милиция, заковывали меня в наручники, в общем, дурная слава ходила обо мне, как об этом гадаринском бесноватом, который наводил ужас на всех окрестных людей, так жил и я. Жизнь моя протекала таким образом, что, честно сказать, мне уже не хотелось жить, время от времени я останавливался, задумывался над тем, что может быть мне пойти в монастырь, может быть мне там станет легче, моя душа искала покоя, покоя я не находил, я искал успокоения в наркотиках, в алкоголе, я просто хотел забыться, я не видел смысла в своей жизни, и так и шла моя жизнь, потом я встретил одну женщину, она была очень добра ко мне, девушку на то время, у нас с ней завязались отношения, она забеременела, я опять начал употреблять наркотики, она родила, дочь, я думал, что когда родится у меня ребенок, это поможет мне изменить немного мою жизнь, как-то остановиться, остепениться, но грех очень сильно обладал мною, меня не радовала ни моя дочь, ни та женщина, которая была у меня, она с очень хорошей семьи, с интеллигентной, и сама тоже интеллигентный человек, она меня просила, она видела, что беда, что я ворую, что я употребляю наркотики, она это начала замечать, но сколько бы ни длилось время, всегда, как говорится, сколько ниточка бы не тянулась, приходит конец, и этим моему пребыванию на свободе, это было 4 года, пришел тоже конец, меня в одно утро пришли, милиция ворвалась ко мне в дом, это не первый раз, у меня обыски очень часто были, я с милицией даже иногда мог подраться, я их очень не любил, и мой собак их тоже не любил, и меня как-то забрали евроотдел, привели на опознание, какая-то женщина меня опознала, если честно сказать, я этого преступления не совершал, но я садил очень много грехов, за которые я должен был заплатить, и милость Божья, что меня посадили в тюрьму, и вот меня садят в тюрьму, моей дочке 3 месяца, я наркоман, в своей сущности человек, который не видит ничего святого перед собой, но почему-то говорит, что он верит в Бога, я попадаю в тюрьму, там меня очень хорошо люди знали, которые находились там, они слышали обо мне, у меня была в тюремных кругах кличка, и меня называли топориком, и это, то есть, меня знали, меня приняли там как своего, я опять начал непокорным быть, как всегда, потому что я очень не любил администрацию, я прямо когда видел, меня всего передергивало их, я их просто ненавидел, если можно ненавидеть кого-то, я очень сильно ненавидел администрацию, иногда я представлял себе, что я их очень сильно избиваю, и так я из-за своей непокорности делал такие вещи, и опять начал, я попал на ту же самую колонию, дали мне два с половиной года срока, это немного для такого преступления, как я совершил, я попал в колонию, и опять все пошло по тому же кругу, я опять был непокорным, опять мне оставалось несколько месяцев до конца срока, опять на меня возбудили уголовное дело, и опять меня ожидал суд, и вот когда меня привезли с колонии, когда возбуждают уголовное дело, вывозят с колонии, везут следственный изолятор, меня привезли туда по дороге, один человек, который ехал тоже с колонии в больницу, у него был рак губы, этот человек он отсидел в своей жизни, насколько я помню, 23 года, я не помню его имени, но я помню, что он мне рассказал, что его жена верующая, и она все 23 года молится за него и мучается, ездит, возит ему передачи, и вот он мне задал вопрос, говорит, ты веришь в Бога? Я говорю, конечно верю, а меня братва собрало, у меня сумок было столько, что я не знаю, такие большие сумки, я говорю, конечно верю, он говорит, я хочу подарить тебе Евангелие, самую правильную Евангелие, это было Евангелие от Луки, она называлась Новый взгляд на Евангелие от Луки Дэвида Гудинга, это Евангелие, не просто чистое Слово Божье, но это с объяснением вот этого профессора Дэвида Гудинга, он ее объясняет, то есть человеку, который не верующий, который не читал Писание, в принципе ее понятно можно доступно читать, я взял эту книжку, а я был очень верующим православным, я поклонялся иконам, я думал, что это есть истинная правильная вера, я когда открыл эту Евангелие, я понял, что это протестантская литература, я сказал, не, я этого читать не буду, когда я ее положил, но непокорность в моем сердце привела меня к тому, что я не мог смириться, что меня оставалось один месяц до освобождения, и я не хотел сидеть в тюрьме, я просто как тот зверь в клетке, я не мог жить, я хотел на свободу, я принял решение, что если я освобожусь, я больше живым в руки не дамся, я представлял себе, что я возможно как этот смертник обвешиваюсь, будет у меня какая-то граната, и если меня будет милиция в следующий раз уже брать, я просто подорвусь, но я в руки уже живым не дамся, я такой жизни больше не мог выдержать, я просто хотел иногда умереть, когда я не мог ничего сделать, такое приходило отчаяние, и приходили ко мне мысли, вот возьми и закончится, выключится свет, ты просто пропадешь, ты перестанешь существовать, и все твои переживания, твоя внутренняя боль, она уйдет, мое сердце очень сильно болело, моя душа томилась, большой камень лежал у меня, и он меня, просто мне тяжело было идти, я не видел смысла, я просыпался иногда с такой злостью, зачем я проснулся, первый вопрос, который приходил ко мне, людей, которые были вокруг меня, меня боялись, меня тоже ненавидели, потому что я ненавидел, и вот это все привело к тому, что я решил объявить голодовку, и требовать правды, требовать прокуроров, я начал читать криминальный кодекс, я увидел, что власти, когда возбуждали на меня дело уголовное, они допустили очень много ошибок, и я решил добиваться правды. объявил голодовку, есть такой закон, что тебя отделяют отдельно от всех осужденных, чтобы ты мог протестовать, если ты хочешь. И вот единственная книга, которую я взял с собой, это было Евангелие от Луки, которую мне подарили. Оказавшись в камере, где нету еды, я курил, я ходил по камере, я очень много размышлял, и я начал читать вот эту Евангелие. Я начал читать и задумываться над своей жизнью. Я начал задумываться над своей жизнью, что в ней не так. Мне очень тяжело было, потому что я не видел в ней смысла. И это слово, оно начало благотворно влиять на мое сердце. Я слышал, как Дух Святой касается моего сердца. Я не мог понять, происходит, но я ощущал, моя душа слышала, что что-то происходит со мною. Когда я читал, я начал обращать внимание, что когда я читаю Библию, Евангелие, я уже не курил. как-то как-то я не мог читать Слово Божье и курить. отлаживал сигарету, читал, ну и молился. Молился я. Молился, но в то же все время, когда я сидел в этой камере, что-то вокруг меня начало происходить. Как я впоследствии понял, дьявол вложил в мой ум коварный план для того, чтобы поднять на бунт целую тюрьму, целую колонию, и он способствовал мне в этом. Люди, которые находились в разных камерах, каким-то сверхъестественным образом, мы друг друга понимали. Они понимали, что делаю я. Я понимал, что делают они. Я мог просчитать до малейшей мелочи все действия, которые совершат они. И у меня был такой коварный план. Все и шло к тому, что вся тюрьма поднимется на бунт. и мы будем требовать своих условий, чтобы воровские понятия были выше закона, который есть в нашей стране. Такое иногда происходит в колониях. и это делает дьявол. Он помогает. Но цена этого вопроса состояла моя душа. Это открылось впоследствии. И вот это все начало происходить. Я начал удивляться, откуда у меня такие способности. Я начал размышлять стратегически, тактически. Я не видя иных людей. По одной фразе, по двух я мог просчитывать беспроигрышные варианты, что я должен делать. Я писал маленькие листовки, и все ушло к тому, и я слышал, что везде меня поддерживают. То есть это практически происходило на уровне телепатическом. То есть мысленно мы могли понимать друг друга. Я начал задумываться над тем, что возможно я имею какие-то сверхъестественные способности. Я начал себя чувствовать каким-то особенным. и это мне придало такой какой-то гордости. Во всем этом я почему-то обращался к Богу и говорил Господь, Бог дай мне мудрости, чтобы вот это все сделать как можно лучше. Потому что я считал, что это дело правое, это дело благое. И когда воров будут править здесь, в этой тюрьме, тогда больные на больнице будут иметь сигареты, они будут лучше кушать, они будут иметь лечение, потому что братва с воли будет это все привозить. То есть у меня намерения были благими. И вот однажды, когда по-особенному ночью я читал Евангелие уже наверное очередной какой-то раз и Дух Святой как-то по-особенному касался моего сердца и обратился к Богу и сказал ему такие слова. Я сказал Господь Бог, если ты есть, я заблудился в этой жизни, я не знаю куда мне идти, открой мне глаза, приведи меня к покаянию и дай мне силы Духа Святого, чтобы я перестал грешить и вот эту молитву мою услышал Бог. Я просто помолился и я еще помню я так задумался и думаю я в принципе не против чтобы ходить чтобы быть верующим я себя как-то ассоциировал со свидетелями и Его потому что как верующих людей которые проповедуют Евангелию или Слово Божье я других людей не встречал в своей жизни мне кроме них никто не говорил о Боге хотя как впоследствии я узнал очень много евангельских церквей но я почему-то Евангелие не слышал и я думал я говорил Господи но я не против быть верующим но я не буду так говорить другим людям мне стыдно так вот так вот так я как-то с Богом имел такое общение я еще не понимал что я действительно имел общение с живым Богом через Дух Святой и вот когда я помолился этой молитвой я попросил Господи открой мне глаза приведи меня к покаянию и дай мне силы Духа Святого чтобы я перестал грешить вот эти три вещи я попросил у Бога ну хочу добавить что это все время я употреблял минимум пищи было время я около почти около месяца я пребывал в голодающей камере периодически я подкреплялся пищей потому что тюремная дорога как называют она очень хорошо работает и мне осужденные могли помогать я иногда пил какой-то бульон иногда ел что-то сладкое но было такое время когда я по 7 возможно по 5 дней я пребывал не ел ничего и я очень сильно похудал меня водили на периодическое взвешивание я утратил весу много уже и и и тут я начал слышать духовную войну за себя я не понимал что вокруг происходит но был момент когда среди бела дня это было приблизительно 4 или 3 часа дня я не увидел но я услышал когда кто-то прямо в камере в камере есть туалет начал отбивать чечетку чечетка это такая когда ногами так стучат я не видел это было существо которое не имеет плоти со мной в камере тогда был еще один человек мы смотрели друг на друга и и мне было страшно я не понимал что происходит я понял что это духовная сила какая-то проявилась кто-то отбивает чечетку и я начал я начал молиться я начинал молиться и в мое сердце попадала какая-то тревога все это время время от времени у меня сердце приходила какая-то такая тревога я просто не знал что происходит я чувствовал что вокруг меня происходит что-то очень страшное что-то очень такое грандиозное, что-то такое важное в моей жизни, но я этого не понимал. Я закончил какое-то время голодовать, меня перевели уже в камеру, соответственно, я ничего не добился, меня перевели в камеру уже такую простую, где были люди, но моя внутренность, она уже начала изменяться. Бог начал выполнять работу над моим сердцем, Бог начал действовать, я этого не понимал, что-то от меня все хотели, я понимал иногда, что в других людях говорят, это не они говорят, что человек говорит, говорит, но потом в какой-то определенный момент через него говорит какой-то дух, и сам человек, он не дает себе в этом отчета, но я это как бы понимал, и я считал, что это какая-то сверхъестественная способность, и я понял, что кто-то еще со мной разговаривает, какая-то сила. Из дня на день я читал Евангелие, я еще курил, но что-то во мне происходило, и вот прошел момент, когда я понял, что дьявол, он хочет, он хочет забрать мою душу, идет война за мою душу, и дьявол, он претендует на мою душу. Я не видел своими глазами физическими ничего, я это просто понимал, просто ко мне пришло понимание, просто ко мне начали прилетать в тюремный двор, когда прилетали вороны, и прилетали вороны, они начинали каркать, и я получал как бы понимание, что дьявол, он ждет, когда я отдам ему свою душу. Я начинал молиться, я начинал взывать, приходил в мое сердце такой страх, я понимал, что что-то происходит очень такое страшное, и я не мог разобраться. Во мне начало такое противодействие, за мою душу велась война в духовном мире, но я это ощущал физически, и я просто, я не знал, что я должен делать. В то время, у меня время от времени опять возникали побуждения объявлять голодовку, и я ее объявлял. Я объявлял голодовку, опять меня переводили в голодающую камеру. Милиция что-то мне говорила, что ты делаешь, остановись, властя. Что-то они тоже, они мне что-то пытались как будто бы сказать, но я этого не мог понять. Меня что-то, одна сила меня ввлекла, другая меня останавливала. Я там встречался с разными людьми, которые были одержимыми духами нечистыми, и дьявол, он со мной разговаривал. Дьявол меня учил разговаривать с духами нечистыми, последствиями телепатическими. Я как бы мысленно имел с ними общение. Я говорил мысленно, а он мне отвечал, эти духи мне отвечали через одержимых людей. Люди сами, они не имели понимания, что они говорят. Но я, я знал, что мне отвечают. Это иногда происходило, что одно предложение говорило несколько людей. То есть начинал один человек, а заканчивал другой человек. Но я понимал, что это говорит один этот нечистый дух ко мне. Мне предлагал дьявол много власти. Он мне предлагал деньги. Но когда я как-то, это знаете, это было интересно. Я что-то такое новое открыл. Я как-то начал этим интересоваться. Я увидел, что какая-то такая власть приходит. Что я что-то как бы он мне показывал. Вот хочешь, и он мне показывал, вот сейчас я сделаю. И вот, допустим, он мне давал там сигареты, приходил там, ну или там еще, через других вообще людей. Он мне показывал, какую он имеет власть в этом мире. Потом телевизор. Я увидел, что через телевизор эти духи тоже они разговаривают. Посредством песен, посредством фильмов я увидел, что дьявол как бы он говорит со мною. И это понимал только я. Не знаю, понимали ли это те люди, но я понимал это четко. И эта глубина этого всего, она меня настолько, она меня настолько как-то ошарашила. И как-то это все происходило глобально. Как бы события во всем мире. Они как-то ввязались все в одну кучу. Я сейчас не могу в полноте это все выложить. Но я имел как бы такое... Я понимал, что мой выбор имеет очень важные последствия не только в моей жизни, но и в жизни всего мира. Мне как бы Бог показывал, что если я сделаю выбор, это будет иметь последствия не только в моей жизни, но и в целом, в целом мире. Это повлечет за собой череду как бы последствий. И я, когда я это понимал, вы знаете, мне с одной стороны было интересно, а с другой стороны мне было очень страшно. И я молился. И когда я молился, эти духи, они как бы говорили, ну хорошо, и отходили. И пришел момент, когда я так начал... Я опять заканчивал голодовку, уходил в другую камеру. Потом я опять объявлял голодовку. И пришел момент, когда я твердо принял решение, я буду служить. Я хочу Бога. Я не хочу делать зла. Я не хочу занять дьявола. Я не хочу знать его этих всех вещей. Я хочу служить Богу. И Дух Святой, Он побуждал меня молиться. Я понял, я сейчас понимаю, что это произошло то, что Бог, Он мне открыл глаза. Он мне показал то, что происходит в этом мире. Какое зло есть в этом мире. Какую оно имеет сильную власть в этом мире. И что, ну, и что, и вот так, что Он имеет очень большую власть. И я начал молиться к Богу. Я начал молиться к Богу. У меня было такое неустройство, а какая-то такая паника, какой-то такой страх. Я молился Богу. Я сказал, все, мне было трудно. Я устал радио, телевидение, другие люди, голоса. Я сидел в камере, я слышал голоса, на которые люди шли просто, как бы, около камер. Это были офицеры, это были простые люди, которые разносили передачи. И духи злобы поднебесной, они через них, они говорили ко мне. И я это понимал. И это все на меня навлекала такая обреченность. Я чувствовал обреченность. Мне было страшно. И я молился к Богу. Я молился к Богу. И в один момент, я помню такой момент. Нет, я еще был нарушителем, и меня посадили в карцер. Я помню, меня посадили в карцер. И в карцере я был один. Я был один, и это все время я молился. Я молился, я молился, молился очень сильно Богу. Я молился, я просил, я взывал к Нему. Я как-то все это время, когда я там сидел, я просто говорил, Господи, спаси, помилуйся, сохрани и защити. Вот такая у меня была простая молитва. Я вот так вот повторял, и Бог меня защищал. Я понимал, что идет борьба за мою душу. Все больше и больше дьявол открывал свою власть вокруг, он показывал мне, что он имеет власть. Он может вплоть до того, что даже я могу выйти на свободу, и он мне даст большую деньги, я там что захочу. И бандами могу управлять, и в общем, богатство, слава, все это будет у моих ног. Только мне нужно сказать, что я отдаю свою душу ему. Я не хотел этого делать. И потом, когда я уже вышел с карцера, я помню момент, когда я проснулся, и что-то в моей внутренности было уже не так. Я очень сильно матерился. Это мир, когда говорят много плохих слов, и я матерился. Я говорил очень много матов, я проклинал других людей. Но когда я проснулся в один момент, я услышал, что матерятся люди рядом, и это мне стало как-то не по себе. Я увидел, что я перестал материться. Я просто перестал материться. В моем лексиконе эти слова пропали. Я понял, что я не хочу делать зла. И как-то я молился больше. Я читал все это Евангелие. Я уже который раз ее пересчитывал. Я видел сны. Я видел сны очень плохие. Через эти сны приходили как бы злые духи. Они мне что-то говорили. Они хотели, чтобы я... В общем, не показывали мне всякое зло. Они показывали, как я кого-то, допустим, убиваю. Или что. И были такие моменты. Я помню, сидел рядом в камере профессор. Его называли доктор Пи. Он очень такая негативно известная личность. На Украине. Он очень много сделал зла. Он замерзан в педофилии. И в таких безумных вещах. И были такие моменты. Дьявол показывая свою власть. Он начинал кричать у себя в камере. И говорил, я сейчас повешусь. Я сейчас буду резать себе вены. И мне приходило такое понимание. Дьявол мне говорит, скажи слово. И он сейчас умрет. Он сделал много зла. Он как бы мне давал власть над жизнью других людей. Но тут же приходил Дух Святой. И говорил мне. А кто я такой? Я не имею права забирать жизнь у других людей. Я говорил, я не Бог. Я не хочу забирать жизнь у других людей. Есть Бог. Если он делал зло, пусть Бог его наказывает. Я не хочу, чтобы он умирал. И у него этот приступ заканчивался. И так было несколько раз. Но потом... Потом произошли обстоятельства, когда меня перевели в другую камеру. В камеру большую. Где было у нас 20 с лишним людей. И дьявол выслал своих поклонников. Это были те, которые поклоняются дьяволу. Они его вызнают за своего Бога. И вот началась очень серьезная война за меня. Они производили разные, я так понимаю, ритуалы. А я лежал и молился. Я лежал и молился. Бог вложил в мое сердце упование на Иисуса Христа. Я просто лежал. Я просто молился. Я понимал, что я не могу этому противостоять. Я понимал, что это такие силы, которых я попросту... Я не могу ничего сделать. Но Бог сказал мне, что есть Иисус Христос. Он открыл мне, что есть Он. И что Он есть тем Богом живым, который силен меня защитить. На меня нападал такой страх. Я думал, что меня будут убивать. Что меня будут резать на куски. И дьявол мне показывал такую власть. Но я молился и говорил, Господи, я прошу Тебя, даже если меня сейчас будут убивать, дай мне силы. Дай мне силы быть верным Тебе. Вы знаете, пришел такой момент, когда я ходил по камере, мне нужно было всегда молиться. Потому что когда я не молился, я чувствовал духовные атаки. Но когда я... Вы знаете, я просто услышал свет. Я просто в один момент я понял, что я стал другим. У меня просто... Здесь внутренность моя, она изменилась. И здесь ум мой, он изменился. Я понял, что я стал другим. Свет вошел в меня. И когда я лежал как-то ночью, вы знаете, все эти обстоятельства, я читал откровения, я думал, что вот-вот придет Иисус Христос. Я думал, что это последние вот эти дни, возможно, возможно, месяца, и Господь Иисус Христос, Он грядет. И вот-вот сейчас произойдет последняя труба ангела, и мертвые воскреснут, и этот мир Бог будет судить. Вы знаете, мое сердце переполняла такая любовь ко всем людям, ко всему человечеству. Пришло такое четкое понимание, разграничение вот этого злого топорика Сережи, который преступник, и этого нового Дитя Божьего, которого Иисус Христос нашел и помиловал. Это было еще... Оно такое было живо в моем сознании, и настолько оно было такое яркое изменение во мне, что я понял, я говорил, Господи, ну я же был таким злым. Я не понимал, что делаю, но Ты меня изменил. И люди, они же не понимают в большинстве случаев, какое зло они делают. Господи, подожди еще чуть-чуть. Я просил Бога, чтобы Он еще не совершал свой суд над этой землей. Я просил, чтобы Он еще дал время, милости, чтобы много людей еще могли покаяться. Мое сердце переполняла такая любовь. Я понимаю, это та любовь, которую Бог, которую Иисус Христос любит каждого человека. Я ни до этого, ни после этого такой любви больше не переживал. Это любовь к небесу. Это любовь отца к детям. Это любовь огонца, которая двигала им, когда он и шел на Голговский Хрест. Еще немножко хочу вернуться назад и более ярко рассказать об этой встрече с Богом. Был такой момент. Я все это время, я имел общение с Богом. Бог со мной разговаривал, и я разговаривал с Ним. Это происходило так, но возникали в моей голове мысли, и я как бы отвечал им. Я как бы вел диалог с самим собой. И произошли такие возникли мысли в моей голове. Сын мой, ты говоришь, что ты веруешь в Бога. И я сказал, но это в своем уме. Я говорю, ну конечно, Господи, я верую в Бога. Я верую в Тебя. Нет, я сказал, я верую в Бога. А он мне сказал, ну почему же ты тогда служишь дьяволу? Я сказал, Господи, ну где же я служу дьяволу? И мне дальше Бог сказал. Мне Бог сказал, и ты ловишь души для него. Ты приносишь себя в жертву для него. И я сказал, Господи, где? И Бог открыл мой ум для понимания. И я увидел всю свою жизнь в истине и в правде Слова Божьего. Бог просветил и показал мне как бы со стороны всю мою жизнь. И я увидел, что я служил дьяволу. Я говорил, что я верую в Бога, но своей жизнью я служил дьяволу. Я проповедовал учение это воровское. Таким образом, я уловил эти молодые неутверденные души, которые слушали меня, потому что я пользовался среди молодежи авторитетом. И они, видя пример во мне, они хотели тоже так жить, как живу я. Вы знаете, когда встречаешься со святым Богом, с праведным Богом, который настолько святой, ты себя чувствуешь таким грязным, таким ничтожным, таким... Я хотел исчезнуть. Я хотел попросту испариться. Я просто... Мне стало стыдно. Я просто осознал, что Бог видел каждый мой злой поступок во всей моей жизни. Часто люди, мы все... И вы не исключение. Мы в своей жизни делаем такое, что нам стыдно признаться даже самим себе. Мы это прячем как бы в своем сознании, и мы просто не хотим признавать, что мы способны на такое. И вот это все, оно в моем сознании всплыло, оно вышло во свет, и я узнал, и я осознал, что Бог, Он это все видел, Он это все знал. И несмотря на это все, я Ему нужен. Я не нужен был уже своим близким. Я не нужен был уже своим никому. Я никому не нужен был. Я хотел умирать, и себе не нужен был. Но Бог меня любил. И Он меня любит. И Он эту любовь открыл. Вы знаете, я не слышал осуждения. Бог мне показал, что Он это знает. И я услышал эту любовь. Я услышал зов Иисуса Христа, который говорил в моем сердце. Приди ко мне, и я тебя прощу. Иди за мной, и я дам тебе другую жизнь. И все обетования в Слове Божьем, что когда придет Дух Святой, Он обречит Дух о грехе, о правде и о суде. Это все случилось. Пришел Дух Святой, и я увидел этот мир во грехе. Бог мне показал правду, что князь этого мира, Он есть осужден, потому что Бог вложил упование в мое сердце. Я понял, что когда я буду стоять в Слове Божьем, когда я буду уповать на моего Бога, сильнее Его нету никого. Дьявол, хоть и он показывал мне свою власть, но когда Бог показал свою власть, я понял, что сильнее Бога нету. и в грехе, в правде и в суде, и что мир, князь этого мира, Он есть осужден, что люди, они не веруют во Христа, и что грядет тот последний момент, когда придет Иисус Христос. Я помню, еще хочу добавить один момент такой. Для людей, которые будут слушать это свидетельство, вы знаете, я хочу сказать, что я не верю, что Бог есть, я знаю, что Бог есть. Был один момент, когда просто я лежал, молился, и мне было очень трудно, и мне было очень трудно, и Божья слава, она сошла, она сошла на это место, где я находился, и я просто увидел в этих людях, которые охотились за моей душой, которые служили дьяволу, я увидел в них этих духов нечистых. Бог их просто связал, они лежали, они ничего не могли, им было плохо, Бог мне это открыл, я это увидел, и я понял, что мой Бог Он меня спасет. После этого, конечно, началась борьба, потому что я был гордым, надменным, очень таким самолюбивым человеком, но я начал читать Писание, Дух Святой мне говорил, теперь ты должен быть другим, ты должен смиряться, ты должен, и я начал смиряться, я начал убирать камеру, я начал учиться по-другому, общаться с людьми, и благодать Божья помогала мне в этом. Когда я смирялся, когда я делал это, иногда было очень трудно себя унизить, но когда я это делал, меня прямо Бог носил на руках, меня Бог исполнял такой силой, что я попросту, мне казалось, я не иду, что я летаю, и Бог мне открыл, что жизнь есть вечная, Он мне дал то, что меня никто не может забрать, Он мне дал то, что важнее всех сокровищ с земли, потому что сколько бы не имел денег, какой бы ты не имел власти, и что бы ты не сделал в этой жизни, но если ты повредишь душе своей, это все не имеет смысла, но если ты будешь верным Иисусу Христу, если ты будешь верным Богу, ты в свое время войдешь в эту славу, которую Он приготовил всем своим детям. Вернусь к тому, что я говорил, что мне стыдно было проповедовать Евангелие, на сегодняшний день, на сегодняшний день я являюсь евангелистом, Бог изменил мою жизнь полностью, Бог меня освободил от наркотической зависимости, это не попросту, знаете, люди говорят мне, молодец, ты хорошо сделаешь, что ты не употребляешь, Бог мне дал свободу, эта вещь мне просто перестала быть нужна, Он забрал у меня само вот это желание, его у меня нету, Он мне дал намного лучше, Бог освободил меня от сигарет, от сквернословия, внутренность моя была изменена на 80%, 20% я борюсь, конечно, со своим характером еще до сих пор, есть вещи, которые еще они во мне остались, и я прилагаю усилия, но я стал совсем другим человеком, моя мама, она сегодня очень радуется, моя мама, она тоже родилась как бы заново, на ее глазах я вижу слезы радости, она говорила мне, сын мой, когда тебе еще добавили вот этот срок, я уже устала, я уже не могла за тебя бороться, я сказала, пусть творится воля Господня, и я ей говорю, мама, ты видишь, какая воля Господня, воля Господня, чтобы меня спасти, я уже три года нахожусь на свободе, еще один год я находился в местах лишения свободы, хочу сказать, что на каждом месте, где бы я ни был, Бог меня сопровождает, я вижу его руку, я когда освободился, я всегда находясь среди других людей, слышал в своем сердце зов к тому, чтобы говорить об Евангелии, о спасении, и я просто не мог этому противостоять, Бог меня просто ставил перед собой и говорил, представь, как ты будешь жалеть, когда ты станешь передо мной, и все эти стыды, и все эти страхи, они будут уже неважны в твоей жизни, как ты будешь жалеть, что ты этого не делал, и этот аргумент, он, я благодарю Господа, побеждает, и я открываю свои уста, говорю о спасении, говорю о покаянии, говорю о приближении Царства Небесного, которое приближается, и мы сейчас можем это наблюдать по всему миру, начинаются Божьи суды, открывается Божья правда на каждом месте, потому, что бы мне хотелось сказать, пожелать, мне хотелось бы пожелать каждому человеку, который слышит это свидетельство, помни и знай, Бог есть Богом живым, Бог, Он тебя слышит на каждом месте, все, что тебе нужно, это просто сделать Его опорой, той последней надеждой в своей жизни, довериться Ему, обратиться к Нему с простыми словами, меня никто этому не учил, меня рядом не было верующих, никто мне об этом не объяснял, но есть Дух Святой на земле, это обетование Иисуса Христа, что я пошлю вам другого Утешителя, и Он сейчас есть здесь, ты можешь совершить такую же молитву, обратиться к Богу, и Бог услышит тебя обязательно, потому, что Он есть верным, и Он хочет спасать грешников, ибо Иисус Христос пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибших. Аминь. Иисус Христос это была или нет? Нет, это не буквально, не материально. Я не смотрю на это, просто почуешь это я просто негл почуешь свету, свету. Ис-себе как-то что-то что-то так, этот тяжел греха, который я мил, он ушел. Субтитры создавал DimaTorzok